Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут доктор Атабеков, я врач-онколог. Сегодня мы с вами продолжаем тему средств, воздействующих на иммунную систему и поговорим об одном малоизвестном в широких кругах, малоизвестном среди населения и даже среди медработников, иммуномодуляторе, который был разработан ещё в Советском Союзе и применялся в очень ограниченных условиях, то есть в закрытых учреждениях, на пациентах с туберкулёзом, с проказой. Однако, естественно, это не является его единственными возможными точками применения. И вот в последнее время появляются новые исследования касательно этого препарата при других заболеваниях, которые касаются многих и многих. Это респираторные заболевания, вирусные инфекции, это хронические бактериальные вирусные инфекции, например, вызванные вирусами герпеса, хронический бронхит, синусит, то есть гайморит, например, болезни лёгких, мочеполовой системы, хронический простатит. Я думаю, что об этом средстве будет интересно и полезно узнать многим. В этом видео мы с вами поговорим о препарате Тубосан. Он же, не буду зачитывать химическое название ниже, если хотите, прочитайте. Об его воздействии на иммунитет, какие звенья он затрагивает, о том, как он помогает в лечении туберкулёза, потому что это самая известная область изучения для этого препарата. Дальше об эффективности при самых разных хронических заболеваниях. Это респираторные болезни, половые, простатит, проказа, аутоиммунные болезни, герпес и ОРВИ. И его безопасность, побочные эффекты, противопоказания. Ну и попробуем сделать вывод, действительно это такое незаслуженно малоизвестное средство или же оно действительно недостойно внимания. Ну давайте начинаем, поехали. Дорогие друзья, давайте поговорим о том, зачем вообще нам нужны иммуномодуляторы. Дело в том, что многие болезни, например, возьмём не только онкологические заболевания, но и хронические инфекции. То есть, существует две проблемы. Первое, что бактерия, она способна прятаться от иммунитета или вирус. Второе, это какой-то дефект в иммунитете у человека. Многие из вас, возможно, смотрели моё видео, обзор об иммуномодуляторах, то есть, средствах для воздействия на иммунную систему у онкологических пациентов. Потому что при онкологических заболеваниях, естественно, есть какая-то проблема в иммунной системе, которая позволила опухоли развиться и развиваться и прогрессировать. Именно иммунная система – это то, что способно полностью победить и исцелить опухоль. Поэтому настолько важно не забывать о том, что кроме удаления, кроме химиотерапии, лучевой терапии, нам обязательно нужно стараться воздействовать на иммунитету онкологических пациентов. И это то, что может значительно улучшить результаты лечения у этих пациентов. А если в будущем мы найдём ключ к иммунитету, поймём его, научимся им управлять, то, конечно же, сможем излечивать любые инфекционные болезни, хронические, в том числе любые онкологические заболевания, аутоиммунные болезни. Так вот, если мы вспомним предыдущее видео, они бывают микробного происхождения, рибамунил, нуклеин от натрия, имудон, пептидные препараты, тактивин, тимолин, милопид, синтетические препараты, ликопиды, мунофан, полиоксидоний, левомизол, головид, циклоферон, глутоксим, препараты на основе цитокинов, это интерфероны, это интерлейкины, колонии-стимулирующие факторы, и природные препараты, такие как деренат, биобран, эрбисол и растительные экстракты различные. И средство, о котором мы сегодня говорим, это тубосан, он относится как раз к синтетическим. Конечно же, проблемы с иммунитетом есть у многих людей, страдающих какими-то хроническими проблемами, например, хроническим воспалением в пазухах носа, в дыхательных путях, которые часто болеют тяжело бронхитами, пневмониями, у которых есть постоянные мочеполовые инфекции, кто болеет хроническим простатитом, то есть, может быть, герпес инфекции активированы всё время, постоянно растут папилломы, постоянно растут бородавки, то есть, у этих людей, скорее всего, есть какое-то отклонение иммунитета. Тут, конечно, не просто нужно бить антибиотиками по инфекции, тем более, многие инфекции, они резистентны к антибиотикам, а вирусы вообще у нас, лечения особого против них не имеется. Тут нам нужно найти такие препараты, которые будут воздействовать именно на иммунитет, помочь ему активироваться и справиться с проблемой. И многие хронические заболевания как раз вот происходят на фоне какой-то хронической инфекции, при этом здесь есть два фактора. Ну, первый фактор, как мы уже определились, это снижение иммунитета или какой-то дисбаланс. Второй фактор – это когда микроорганизм, он учится прятаться от иммунитета. Я хочу разобрать с вами ещё один препарат, который не вошёл в ту лекцию, потому что он не исследовался у онкологических пациентов. Но я очень надеюсь, что в будущем это случится, что будут такие исследования, потому что мне как онкологу это было бы очень интересно, это дополнительный козырь в рукаве для лечения онкологических пациентов. Это препарат Тубосан. Он, как и полиоксидон, является синтетическим, но не таким раскрученным, как предыдущий. Ну и начнём с того, как же воздействует Тубосан на иммунитет. Существует два вида иммунитета. Это неспецифический и специфический. Не специфический реагирует на всё примерно одинаково. Приходят клетки, они пытаются съесть чужеродную какую-то бактерию, не знаю, вирус. Выбрасывают специальные вещества, очень агрессивные, которые это уничтожают, у них перерабатывают. И потом эти кусочки представляют уже специфическому иммунитету. А специфический иммунитет будет изучать эти кусочки и уже синтезировать такую спецназ, скажем так, для того, чтобы бороться именно конкретно вот с этим определённым возбудителем. И Тубосан усиливает неспецифический иммунитет, то есть макрофаги, и специфический иммунитет, то есть и Т-лимфоциты, и Б-лимфоциты. Здесь мы с вами определились. И до недавнего времени он использовался при иммунодефицитных состояниях, то есть это проказа, туберкулёз, сепсис, заражение крови при каких-то хирургических гнойных осложнениях, то есть когда организм не может сам избавиться от инфекции и при аутоиммунных болезнях. Но в последнее время список показаний, когда его можно использовать, несколько расширился. Об этом чуть позже, сейчас о туберкулёзе. Хочу сразу сказать, что существует большое количество как доклинических, то есть на клетках, на лабораторных животных, так и клинических, то есть на реальных пациентах. Исследования, причём, клинические исследования достаточно хорошие, то есть во многих центрах, мультицентровые проводились, во многих клиниках, на пациентах, причём разделяли их на группы, слепое, рандомизированное, сравнение с плацебо обязательно. Ну, хорошее исследование. И тубосан входит в рекомендации официальные для врачей-фтизиатров, то есть которые занимаются туберкулёзом. Это лекарственное вещество, то есть это не БАТ, он зарегистрирован, он имеет инструкцию, вы можете найти его в справочниках. Он, при туберкулёзе, какие его положительные эффекты? Ну, во-первых, он воздействует на иммунитет, то есть как раз у больных туберкулёзом, хроническая инфекция, есть проблема с иммунитетом. Дальше он имеет прямое антибактериальное действие, даже против тех микобактерий, на которые антибиотики не действуют. А таких в последнее время, к сожалению, стало очень много. И пациенты, до 60% пациентов с туберкулёзом, не могут излечиться, потому что их микобактерии туберкулёза, они уже не чувствительны к антибиотикам. Причём эти пациенты принимают сразу, представьте, по 5-6 антибиотиков, длительное время, месяцами, годами. И у них эти антибиотики, они вызывают ряд побочных эффектов. Особенно важно поражение печени. Кстати, у них применение тубосана снижает вероятность развития такого поражения, ну и его несколько уменьшает, если оно возникло. Также нужно заметить, что он ещё и усиливает действия некоторых разновидностей антибиотиков. И при туберкулёзе он повышал вероятность и скорость выздоровления. Если мы откроем справочник лекарственных средств vidal.ru, мы здесь увидим основные показания. Ещё раз смотрим. Туберкулёз, лепра, хламидии, герпес вирусной инфекции, опоясывающий лишай и, в принципе, иммунодефицитные состояния. И если мы откроем регистр лекарственных средств России, мы здесь увидим другие ещё показания. То есть это ОРВИ для профилактики после контакта или, если человек уже заболел, ОРВИ грипп. Плюс заболевания органов дыхания, особенно хронические, или у тех, у кого они протекают, особенно тяжело. И у пациентов в исследованиях наблюдалось более быстрое выздоровление, меньше симптомов, меньше кашля, меньше мокроты и меньше держалась температура. Ни одного из пациентов не возникало побочных эффектов. Когда изучали мочеполовые инфекции, хламидиоз, уреоплазмоз, мы знаем, что здесь зачастую пациенты принимают антибиотики, но из-за того, что у них есть проблема с иммунитетом, а именно зачастую у них есть недостаточность иммуноглобулинов А, то есть это антитела, которые живут, ну не живут, а они находятся на слизистых, и они нейтрализуют чужеродные микроорганизмы, вот если есть недостаточность, такие пациенты склонны к хроническим всяким синуситам, бронхитам, мочеполовым инфекциям. Так вот, у таких пациентов с применением тубосана получалось чаще избавиться от этих инфекций, и реже происходили рецидивы. И касательно хронического бактериального простатита, мы знаем, что это такое заболевание, которое очень тяжело вылечить, оно сопровождается нарушением сексуальной функции, бесплодием. Туда очень плохо проникают антибиотики, приходится их пить очень длительно, много недель. Естественно, это побочные эффекты, естественно, это свои проблемы. И у таких пациентов тоже целесообразно применение этого препарата. По побочным эффектам, естественно, аллергии бывают вообще на всё, что угодно. По поводу его безопасности, исследовалась она на лабораторных животных, причём давали очень большие дозы, никаких проблем не возникало. Дальше, на животных проверяли, может ли он вызывать какие-то мутации, рак или вызывать уродство у плода. Нет, таких эффектов не наблюдалось. Написано, что противопоказан при беременности и в период лактации, потому что не изучался при этих состояниях, поэтому официально он не разрешён. То есть, подводя итоги, ещё раз скажем, что препарат Тубасан на сегодняшний день, что известно по исследованиям, может применяться при туберкулезе, входит в официальные рекомендации, при проказе, при хронических болезнях лёгких бронхов, при ОРВИ-гриппе, хламидиях, уреоплазме, при герпесе и при хроническом бактериальном простатите. По онкологии, надеюсь, ещё будут в будущем исследования, потому что онкологическим пациентам это очень нужно. Благодарю вас всех за внимание, будьте здоровы, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok